Ну что, всем привет! И это очередное шоу на канале 100-бальный репетитор, где я, Катя Строганова, преподаватель химии в нашей прекрасной онлайн-школе, буду выяснять у наших прекрасных девочек, моих ученицах годового курса, как в итоге они стали 100-бальницами, 99-бальницами, в общем, высокобальницами. Узнаем у них все подробности, и Соня, Лена и Яна расскажут все-все, что касается их подготовки и о пути к успеху и к таким шикарным большим баллам. Играют эмоции. Заплаканные смайлики под каждым постом. Как это делать, как это писать? Какой элемент имеет самый маленький атомной роль? 90 плюс, это невозможно. Меня прямо это бесит. Это синдром отличность? Я чувствовала панику. А почему выяска? Почему это вырежем? Ты сказала, что ты не смотрела ничего. Я не причитала, блин, просто. Я даже купила курс по рилсам. Все. Девочки, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Сдала химию в этом году. Сдавала еще математику, русский язык. Собираюсь поступать на химфак, вышку. Ну, может, какой-то другой вуз посмотрю, РХТУ и так далее. Ну, главное, чтобы химия. Да, меня зовут Лена. Я закончила в этом году медицинский 11 класс. Собираюсь поступать в медицинский университет в приоритете Сеченовка. Целый год с удовольствием занималась химией. И не свяжусь с ней целую жизнь, но она мне подарила много приятных моментов в подготовке и в этом году. Да, меня зовут Яна. Я тоже собираюсь в медицинский. Очень полюбила химию в восьмом классе и как-то увлеклась. Ей мне было нравиться всегда, нравилось заниматься ей. А вообще у вас как была построена подготовка? Вы там все время занимались подготовкой или часть времени удавалось совмещать какую-то личную жизнь, друзей, какие-то хобби с подготовкой или только учеба, учеба, учеба? Да, удавалось. Просто, мне кажется, системность нужно выстроить. И каждый день, ну, каждый день, вот по чуть-чуть, чем что-то делать, стремиться. А вот если ты что-то, какой-то день не делаешь, два, ты потом уже не хочешь за это садиться, поэтому лучше каждый день. Прямо с начала учебного года уже прям такая была четкая система, что вы крутые на самом деле, потому что многим нужно еще время влиться в этот процесс. Можете рассказать, у кого какие баллы в итоге? Ну, я проговорила, но можете вы сами еще озвучить эту прекрасную цифру. Сто баллов. Сто. Девяносто. Девяносто. Это как сто ярко. Просто, знаете, вот эту вот галочку хотелось, эту медальку хотелось. Вот из разряда что-то, что как-то вот цель. Зато ты отличаешься от Сони и от Лены. Индивидуальность. Она всегда крута. Не штамповка какая-то просто. А вы, когда вообще начинали свою подготовку, вы думали, что так будет? Да. Да? Да, я давно хотела сто баллов с девятого класса. Мне все говорили, у тебя будет сто, у тебя будет сто. Я по химии так сильно не думала. Я шла в одиннадцатый. Мне казалось, что я намного лучше знаю биологию. Химия как-то и подзабылась. Я просто надеялась, что я ее хорошо сдам. Там девяносто плюс. Но сто я не думала никогда. Я думала, что девяносто плюс – это невозможный результат. Я думала, что это получит какие-то гении, что вот не каждый на это способен, и надо всю жизнь заниматься химией. А с какого уровня вы примерно начинали в одиннадцатом классе? То есть у вас средний, начальный? Уровень УГ. УГ? Да. Ну, то есть такой средненький, уверенный. Наверное, я бы упала в пятьдесят. Ну, вот у меня тоже средненький такой. Не низкий, но и не... У меня средний, я не с нуля начинала тоже. Но если что, ребята, вы не переживайте, потому что даже если вы учите химию с нуля, на сто тоже реально сдать. Потому что вот у нас недавно был стрим, где мы тоже общались с учениками, а не с пяти до ста. Кто с начальным уровнем, не выключайте это видео. Нужно обязательно слушать советы девочек до конца. А вообще, какая вот была реакция, например, у родителей, когда они узнали о ваших результатах по химии? Я была одна вообще дома, родители на даче, но папа был очень рад. Ну, больше всего, конечно, одноклассники поздравили, которые понимают, что баллы значат вообще в жизни. А родители, они что же знают? Что это бюджет? Они не представляют все равно уровень, сложность. Они говорят, что... Ну, у нас были примерно такие же экзамены, как у вас. Мы сдавали даже по всем предметам. Ну, то есть многие не оценивают уровень, поэтому... Ну, они обрадовали же. Ну, да, конечно. Они там что-то и друзья мне какие-то пишут, тетя, дядя. Такие, поздравляю. Я такой, спасибо. Я сообщила маме ночью, разбудила, она спала. Вот я смотрела, получила результаты и сразу их смотрела. Вот в 2 часа ночи мы с Леной мониторили их. Я говорю, мама, у меня 99. Такая, что, один балл не могли поставить? Ну, вот из этого разряда. Папа такой, ого, это вообще реально, это моя дочь. Не может, это что? Это очень круто. Папа очень порадовался. Вы вспомните, допустим, сентябрь. Это получается, что целый год назад. Когда вы только начинали свою подготовку, вот было тяжело или было нормально, вам нравился весь этот процесс, то было какое-то самое яркое воспоминание, может быть, какая-то тема на годовом курсе, что вы в шоке были. Это что такое, надо было знать? Я очень ждала вебинаров. Вот они, по-моему, начинались не с начала сентября, но вот 10-го, после 10-го, да. И мне было безумно интересно вообще попробовать. Я уже не занималась никогда в онлайне. И тут вдруг вот я решила курсы брать. И я вот в предвкушении была. Вообще круто. Первый вебинар я смотрела в онлайне сначала, все конспектировала, от руки писала. И даже рисовала, помню, вот эти вот все таблицы. Да, вот эти вот, даже ядра рисовала, все вот это вот. Ну вот я в начале года, особенно осень, я была очень заряжена, в принципе, на подготовку. И в течение года вот так вот потихоньку силы падали, падали, падали. И в мае уже просто ты уже... Ну все, давай, ну немножко, пару недель осталось, потерпи. Ну то есть в начале года очень сильный прелив мотивации. Где-то в середине августа начался, ты уже не мог сидеть спокойно. Не знаю, мне как-то все спокойно. Я с девятого класса в онлайн-обучении. Там сначала к УГЭ, потом в десятый класс тоже готовилась к ЕГЭ уже. И все как обычно. Мы обычные будни, как говорится. Современного выпускника, ученика. Да, ну да. Онлайн-образование вообще сейчас как бы тема, потому что, серьезно, сидишь дома и спокойной атмосферой занимаешься. Вот у вас, кстати, было какое-то любимое место для ботания или там для просмотра занятий? Это может быть дома или кафешки? На библиотеку. О, круто. Да, я всю осень и там весной немного гоняла в библиотеку, после школы уставшая там. А дома не боталась? Просто какая-то другая атмосфера, когда ты покупаешь себе кофе, садишься, вся такая деловая. Да, с подружкой. Я любила дома, причем когда никого нет, потому что, если дома есть хоть один человек, он дышит. Тебя другу, тебе открывают дверь, и потом ее не закрывают. Ну, в общем, прям раздражало, поэтому вот любила, когда одна дома, спокойно, мне никто не мешает. Я тоже за столом у себя, все нормально. Мы еще с Леной списывались. Там вот ты посмотрела этот вебинар. Я еще не посмотрела, все, пошла смотреть. Это такая мотивация, хотелось как-то догнать, чтобы мы как-то вместе, и мы вот друг друга держались. Давайте, ребята, мне большую предысторию расскажем, что Яна и Лена, они одноклассницы, и еще и подружки. Вот так вот. Зовите своих подружек, чтобы вместе готовиться к ЕГЭ по химии. Готовьтесь вместе. А вы, кстати, как-то вот прям вместе занимались? Там какие-то вопросики задавали, что-то вместе решали? Ну, вообще... Было, было. Да, мы совещались много, ну, понятно, списывались. А на курс мы случайно записались. Не общались в начале 11-го. Мы до этого, да, не особо общались. Мы были в одном классе с 10-го, ну, так, не особо общались. И я, когда купила химию, зашла в закрытую группу. Химия сближает. Да. Увидела ее в закрытой группе, такая пишу, Яна, ты что, тоже строган вы? Я помню. Она такая, да, ну и все. И потом мы так, собственно, заобщались. Мне тут недавно одна девочка написала, что в итоге у них в классе учился 13 человек. А когда вы ботаете, допустим, вы слушаете музычку, я слушаю. Да. Это когда нарешиваешь что-то, особенно из второй части, где вот больше писать надо, чем думать. Ну, в плане, и думать, и писать. Ну, да, музыка на колонне. А что вы слушаете обычно? Просто рандомный вообще плейлист. Да. Там и поп-музыка какая-то зажигательная, что-то спокойное. Не знаю, да, классики. Классики, да, я обожала. Идох современных каких-то. Я слышала Queen, Scorpions. Почему-то вот во время того, как я делала химию, мне вдруг захотелось... До этого я как-то не была фанаткой. Ну, допустим, вернемся опять же, или, может быть, в сентябрь, или в декабрь. Какой бы вы совет дали себе к началу или, может быть, к середине учебного года? И к концу, кстати. Не знаю, наверное, начинать решать сборник добротина. Потому что я его не успела дорешать в итоге. Хотелось вот как-то все доделать. И, наверное, хотя бы тестовую часть надо начинать уже. В декабре точно решать. А мы начали, кстати, с вами в ноябре решать. Я бы сказала, просто не откладывайте все на потом. И вы даже, если вы можете что-то сделать заранее или отдохнуть, выбирайте сделать заранее, потому что отдохнуть вы успеете потом. Я не знаю, как у вас. У меня, короче, есть такой бзик, он меня прям раздражает. Я не могу не доделать какое-то дело. Меня прям это бесит. Ну, то есть я лучше там буду сидеть до трех утра, но я это дело доделаю и не буду его оставлять на завтра или там послезавтра, чем я лягу нормально спать. Хотя в итоге я утром убитая в хламину. Ну, да. Но я зато сделала дело. Зато вот такой закрытый пунктик. Вот у вас есть такое? Да. Это синдром отличниц? Ты ответственна. Это в этом ответственности, да. Ну, кстати, может быть, да. Ну, я ответственна, но вы тоже. Ну, да, поэтому... Судя по вашим баллам. Очень поздно ложилась. Вы учите химию на протяжении четырех лет. Вот вы как бы учите ее, чтобы с одной стороны сдать ЕГЭ, но у вас нет ощущения, что вам эти знания пригодятся, может быть, в универе? Есть такое? Очень пригодятся. Вы думаете? Это развитие логики. Вот эта логика, она везде нужна. То есть, это математика, химия, это очень близко к математике. Все это развивает мозг, это помогает думать вообще в принципе везде, в любой области. Очень круто, когда ты в биологии находишь какой-то вопрос по химии. Ну, я имею в виду, связывая на что-то, я так думаю, что я даже формулу этого знаю. Да, да, да. Молочная кислота в мышцах. Да, да, да. Мы даже помнили. Да, 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 да. Это вообще... А, вы помните, какая формула молочной кислоты? С OH-группой и карбоксид CH3, CH, OH и CO2. Да, это два гидрокиспропановых кислота. Какие вы вообще умнички, просто зайки. Ну, всем бы таких учеников. А помните 26 мая? Хотя, на самом деле, мы уже миллион лет назад. Да, уже как будто очень давно. Что вы чувствовали в день экзамена? Я чувствовала панику, несмотря на то, что я знала, что у меня хороший уровень. У меня за день до этого вообще истерика была ужасная. Я ехала такая, я ничего не знаю. Я потом говорила, типа, пожалуйста, спросите меня что-нибудь, я вам объясню, что было на экзамене, если есть проблема, потому что мне нужно было убедиться, что я правда знаю. Я умом, наоборот, вообще не переживала. Я знала, что, ну, все, что могла, я уже сделала, я уже ничего не изменю. Все, год готовился, ничего не должно быть просто так. Вот, но при этом спала плохо, мне снилась постоянно химия, 3-4 задачка, вот всю ночь я прям просыпалась, я не могла уснуть. Ну да, я вот тоже помню, уснула я хорошо, а вот к утру, часов 5 утра, я просто открываю глаза, такая, ЕГЭ, химия, все, уже, вот оно. Ну, чего ждали, да. И я сразу открываю глаза, начинаю смотреть вот эти паблики, вот это вот все, Дальний Восток, решать задачи. Сразу во сне еще сама сплю в полудреме, но уже пытаюсь что-то на уравнение там все в голове составить, что ход встала, потом писала, да. А можно я расскажу видение преподавателя 26 мая? Это трэш, честно, я не хочу проходить через это каждый учебный год, потому что я встала в 5 утра, чтобы, соответственно, вместе с вами там чекать какие-то вбросы, не вбросы. В общем, самое большое зло, это действительно вбросы, которые типа с Дальнего Востока, потому что очень многие вещи, которые я вам в итоге скидывала, потому что я же сама не знаю, потому что ребята, которые наши ребята, они еще не вышли. И я как бы чекала просто разные сообщения, и там реально какие-то вбросы, ну, то есть какие-то злые люди играют эмоциями с выпускниками, и это так подло, как мне кажется, потому что я переживаю и вас в итоге заставляю переживать. Но потом вышли ребята из Дальнего Востока, уже они такие типа, изи, я подумаю на следующий учебный год делать вот это Дальний Восток или нет, потому что это такой дикий стресс, кошмар. Я помню эти заплаканные смайлики под каждым постом Кати. И мне кажется, такая, что все там было? И вот на любое мое сообщение, там плачущий смайлик, какой-то рыдающий смайлик. Я такая, что, почему, боже, почему вы плачете? Это же все нормально, это же все было. Как это делать, как это писать? О, боже, мы не знаем, как это решается. Но когда вы увидели Ким, что вы почувствовали? Я улыбнулась. Вот просто я открываю, вот так вот. Отлично. Это прекрасно. У меня, наоборот, в первых заданиях были такие соединения, ну, нестандартные элементы. Я что-то смотрю, такая вздохнула, дальше листаю, вторую часть просмотрела, думаю, ну, прорвемся. Еще есть четыре, три с половиной часа, что-нибудь придумаю. У меня спокойно, просто решала, сидела, вообще ничего, по-моему, не испытывала в этой жизни. Все знакомо было, так вот, с визуальной точки зрения, потому что это самый такой очень часто задаваемый вопрос, на что похож на настоящий ЕГЭ? На ЕГЭ? На ЕГЭ, да. На Добротину, то есть твоя часть так точно. Да, вторая часть, конечно, каждый год меняется, но в этом году конкретно попали задания из 21-го года. Значит, в следующем году, может быть, попадутся из 22-го года. Так что будем к этому морально готовиться. Вообще, в принципе, на протяжении всего учебного года, вот вы говорили, что, типа, в начале учебного года заряжены, просто, типа, ботать давайте, в меня знания, пожалуйста, вкидывайте, а потом, как бы, чуть, ну, послабее, послабее, потому что, конечно, усталость накапливается. У вас была проблема с мотивацией в течение учебного года? Да, иногда. Немножко. Ну, больше как у меня было. Я вот моментами, то есть, вот Лена сказала, что там как-то вот ступенчато, а у меня вот больше наоборот. Вот хочу делать, хочу делать, а потом как-то к воскресенью особенно, когда все дома, что-то как-то отдохнуть. А потом в понедельник, новая неделя, и снова опять вот это вот, думаешь о том, что к чему ты идешь вообще, мотивируешь себя результатом, и мотивация появляется. Ну, да, главное иметь просто большую цель. Там, например, институт, куда вот вы прям очень хотите, потому что если бездумно готовиться, то ты думаешь, ну, потом посмотрю, но мне сейчас это не очень надо. Ну, то есть, мне кажется, главное, это вот какое-то твое основное желание, и тогда ты будешь постоянно про это вспоминать, и у тебя будет, ну, мотивация что-то делать и работать ради этого. А вот когда вы вот ставили эту цель, вы чем руководствовались? То есть, как бы, карьерный успех, деньги, или, ну, просто хотя бы какой-то топовый увлечь сначала? Поступление на бюджет. Поступление на бюджет. Потому что у меня многие спрашивают, типа, вот я хочу стать химиком, а сколько там платят? Я такая, ну, если бы я знала, когда шла, а я бы, может быть, на химфак не пошла. Шутка. И что там все плохо. А, допустим, когда вот мотивации совсем-совсем не было, вы же, как бы, отдыхали, да? Так глаза потопили. Ну, вот я в течение года, я не один день не отдыхала. Ну, то есть, я каждый день что-то делала. Там, когда были новогодние праздники, мы куда-то ездили с классом, когда болела. Я каждый день, ну, вот что-то, но дело. То есть, я не могла спокойно жить, потому что я думаю, я потом ничего не успею, я не догоню. То есть, наоборот, я не могла спокойно сидеть. Это очень неправильно, да, но так. Но при этом больше физическая усталость к концу года у меня накопилась, поэтому спите побольше, ребят. Не менее пяти часов. А как вы думаете, а любой человек может заработать 100 баллов на ЕГЭ по химии? Да. С любым уровнем знаний в начале учебного года? Если работать, то да. Вот. Ответ на ваш вопрос. Можно ли подготовиться с минус 100 до 100 за год? Можно, конечно, было бы желание. Да, 100%. А вообще, в принципе, как вы выбирали предметы для сдачи ЕГЭ? Почему химия, биология? Ну, связочка для медицинского. А почему медицинский? Не знаю, класс 7-го я что-то захотела. Такая, ну, хочу в медицинский. Потом у меня там все родственники отговаривали. Такие, ой, ну потом передумаешь. Потом прошло 4 года, я не передумала. Вот просто нравится. Зачем идти туда, где тебе не нравится? Не на зарплату вообще, не на какую установку, а просто на желание и мечту. Я вообще не помню, как я выбрала медицинский. Вот я помню, что я в 8-м классе, опять же, полюбила химию. Ну, и куда с химию? Ну, наверное, мед. Но, в принципе, неплохо. То есть в медицинском классе мы учились, у нас были медзнания, это все круто. Мы знакомились, нас учили делать уколы. Мы вообще очень круто. Да, у нас прям очень хорошо заинтересовало. Мы сдавали, да. Это было интересно. Мне кажется, самое интересное. Мы туда всем классом бежали. Я с 9-го класса хотела быть химиком, хотела... Ну, я сдавала ОГЭ, а потом пошла в медицинский тоже класс. Поняла, что биология — это мимо. Ну, короче, поделились. Решила сдавать профильную математику. Она почти везде нужна. А почему вывеска? Потому что лучший вуз Москвы. Ладно, следующий вопрос. Нет, ну, как бы вышка мне вообще очень импонирует. Но ты, как бы, сходишь туда, поучишься, а потом нам расскажешь. Хорошо. Хорошо, а потом МГУ, да? Нет, ты можешь вышку закончить. Нет, просто расскажешь, как там. Потому что я вот... Меня спрашивают, как там вышки? Я такая, я-то знаю. Я не знаю. Вот мы спросим потом у Сони, как вышки. Все, супер. Если вдруг вы еще не поставили лайк, поставьте. Это нужно сделать, потому что девочки очень крутые и вообще очень классно готовились. Оно прям сразу видно по вам. Хоть и ЕГЭ по химии было примерно два месяца назад или примерно полтора месяца назад, но мы тут решили у вас узнать, сколько знаний у вас осталось. Вопросы в итоге составляла я, потому что вопросы, они формата ЕГЭ именно с какими-то ЕГЭшными подковырками. Во-первых, мы ребят познакомим с какими-то ЕГЭшными сложностями, потому что это такие, знаете, немножечко сложненькие формулировки. И вас проверим. Но, хоть у нас нет волшебной кнопки с наказанием, прям кнопки-кнопки, у нас наказание все-таки есть. Для того человечка, который в итоге ответит хуже всех, ну, будет небольшое какое-то наказание. Для того человечка, который выиграет и ответит на большую часть вопросов, получит небольшой приз. Денежный приз. А именно 3000 рублей. Так что в ваших интересах отвечать на вопросы правильно. Вы видите вопрос на экране. Кто первый задует в дудку, отвечает. Если ответ правильный на этот вопрос, то вы получаете 1 балл. Если неправильный, то минус балл. Ну и в итоге мы считаем сумму баллов и понимаем, кто тут настоящий высокобальник. Но опять же, мы все настоящие высокобальницы. Не переживаем, все хорошо. Итак, первый вопрос. Какой элемент имеет самый маленький атомной радиус? Так быстро, блин. Я не успела сориентироваться. И это правильный ответ. Потому что у многих есть заблуждение, что это втор. На самом деле у втора радиус не самый-самый маленький среди всех элементов. Кто помнит, у водорода 1 энергетический уровень, а у втора 2. Соответственно, втор в любом случае будет больше, но втор относительно маленький. Поэтому во втором задании с периодическим законом мы ориентируемся на втор. Следующий вопрос. Это малахит. Это малахит, точно. Еще один балл. Лен, молодец. Да, Лена правильно ответила. Это малахит. И это тоже величайший затуп пятого задания, потому что многие путают малахит и мрамор. И это был затуп ЕГЭ 2022 года конкретно. Но я советую рассказывать, запоминать таким образом, что если вы видите медь, обычно соединение меди цветные, а малахит, как раз-таки малахит вошкатулка зеленая. Вот так вот можно запомнить, что это малахит. А вы помните, кто такой мрамор? Мел, мрамор, звездняк, кальций, цитрыль. Никакие знания не вылетели. Следующий вопрос. Лена! Лена идет на победу. Средняя соль, вторая. Да, вторая. А как называется? Цинкат натрия. Цинкат натрия, умнички. Еще один балл. Надо Лену обогнать. Сколько вопросов? Но половина уже прошла. Правда? Мы одновременно. Четвертый ответ. Я не согласна, Соня. Третий. Четвертый, типа, с подвохом, потому что, опять же, вопросы делала я. Вот, да. И вообще, железная окалина. Ну, как бы, в рамках ЕГЭ, в рамках проведения обычной реакции в обычных условиях при обычном нагревании получается именно железная окалина. И конкретно в ЕГЭ никогда не призывается избыток и недостаток. Всегда получается сферам 3-4. Ну, кто читает ответ на вопрос? Это классические ошибки. Кстати, Яна, где у тебя была ошибка в итоге? Арифметическая, в 3-4. Да, ну, в счет ты стабальница, 100%. Математика — это абсолютно не в счет. Следующий вопрос. Че-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Лена? Какой плачущий. Это у нее плачущий. Ты же не прочитала, блин, он просто. Че-то? Да. Давай, да, да. Давай. Телегликоль. Третий. Да. Соня права. Это пенол. Телегликоли со челочами не реагирует. Нагатомый спирт не реагирует со челочами какая одна это очень обратимая реакция поэтому мы ее вообще не рассматриваем а именно фенол а фенол проявляет более сильные кислотные свойства не стабальница стабальница это мы опустим это вырежем ну что следующий вопрос да точно из-за гидролиза по аниону тоже ой а дождите коляшки утре все нормально вдруг покатина реакции что-то не так я что-то смотрю чекает формула странная формула забыл неважно не только ученики но я тоже раствор водород на который у нас и хлор на ну что получается что лена у нас победила абсолютный победитель просто это типа вопроса с подковыркой на время до на время до не любит лена поздравляю тебя с выигрышем видишь никогда не думала что тестовое задание добротина будете приносить деньги они приносят вот решайте тоже пробники а наказание для яны ян держи тебе нужно просидеть в этой прекрасной курочки до конца нашего интервью мы сегодня весь день офигеваю она слишком тяжелая ну вот вы думали готовьтесь к егэ по химии сдаете на 100 баллов для чего чтобы сидеть в курице саня наш преподаватель по физике уже выполнял в ней наказание и целый день проходил по старому арбату в этой шапке на него чуть ли люди с кулаками не кидались и такая небольшая ссылочка что саня тоже сдал физику на 99 баллов так что видишь все все сошлось это мэч полнейший просто абсолютно ну что а следующая часть нашей прекрасной телепередачи следующая часть нашего шоу мы с вами обсуждали в интервью что ну вы не прям только ботали ботали вы чуть-чуть что-то другое тоже делали и наверняка но я надеюсь по крайней мере чтобы смотрели какие-то сериалы или фильмы нет вы пытаетесь помнить этот прекрасный момент когда я смотрел сериал последнее время потому что я отложила все свои фильмы на лучшие времена к лету как раз третья часть нашего шоу вы должны угадать кадр из сериала у меня вообще не фанатка потому что сериалов фильмов на масты ты сказала что-то не смотрела ничего единственно что посмотрел на все время соня но тогда достаточно детский сериал мне показалось следующий это про сектор этот как его группа король и шут да это король и шут он у меня бесит сериал который выходит по одной серии в неделю но он именно такой и я каждый четверг ждала серию этого сериала то я посмотрел начало до конца мне понравился да прикольно классный русский сериал скорее не смотрела просто знаю просто знаю вот это я без понятия мне тоже я тоже не знаю что это такое но у меня есть подсказка похоже на иллюзию обман это черное зеркало вы смотрели черное зеркало вообще не смотрели ну прикольненько один раз можно посмотреть вот это я не знаю этот какой-то я не смотрела но я знаю что это дочь я только по ней узнала вот а я не знаю кто не знает бедные бедные выпускники они только ботают короче они ничего не смотрели ангелы чарли какие-нибудь там вот видите у вас теперь есть целый список для того чтобы классно в том числе 30 лет время на это игра престола не совсем но там же это это не дейнери нет она так похожа но нет это какая-то ее там про 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 бабка я смотрела это мне не понравилось этот дом даркона даже не слышал ну я так понимаю что я больше всех смотрел сериал в течение этого года но у меня тоже вот видите появился а пунктик идол посмотреть или новый сезон черного зеркала вдруг там интересно вот есть какие-то стереотипы высокобальника ну типа там знаете списал купил и вот первый стереотип что действительно удалось где-то купить ответы и что типа это не ваши настоящие баллы что бы вы сказали бы на это утверждение мне кажется нету реальных ответов но про это по моему говорят все и кто если покупать они просто тратят большие суммы денег то есть ну мне кажется ответы возможно купить плюс-минус на огэ на какой-то устный русский это прокатывает это там все в разнобой на огэ иногда хочется чтобы заплатили да и как бы не готовится и чтобы купить эти ответы но в итоге так не получается к сожалению и вот вы просто супер красотки сдали егэ на 100 баллов вы ботаны или не ботаны я не считаю себя ботаном ну конечно но при этом соня ты сказал что ты ботан не я говорю не считаю себя они считаешь ботан ботан человек который наверно только сконцентрирован только на учебе то есть у просто нет других никаких интересов и его жизненный круг как бы сужен который без друзей постоянно учится и везде только ну то очень это скучно мне кажется согласно это скучно не похоже на бота нам просто абсолютно что вы готовились к егэ просто там чуть ли не с пеленок не класса вы уже там знали чтобы сдавать егэ по химии пять лет готовил создал 30 на 30 жизнь несправедливая с 11 класса вот конкретно да многие говорят если вы в десятом не начнете то уже все потеряно ничего не предметами так наверное химия точно нет биологии уже с какой-то базы прийти в одиннадцатый там например органику изучить или что-то попроще как-то было ну мы в школе изучали в десятом органику ну наверное да но и если иметь нулевой уровень вполне реально возможно просто больше работа как вы думаете чтобы подготовиться к егэ по химии на 100 на 99 вот вы считаете что вы там супер гений и что вот вас просто абсолютно какие-то ну память какая-то феноменальная что вы сразу просто сходу все понимаете запоминаете нет я всегда всем говорю что я не гений просто я работаю ну да у кто-то говорит кто-то думает ой ну мы мы так и знали что у тебя типа там столько будет ты не могла как бы написать там ниже какого-то уровня и становится обидно это же все твои заслуги ты ради этого работаешь они просто потому что у тебя всегда так получается то есть некоторые люди так предвзято это не случайно не бывает случаясь ой ну это же отличница господи куда она там это не так работа допустим такое утверждение что там типа егэ по химии там легко поэтому так много стабальников что там типа по химии так легко и просто 100 баллов заработать что вы на это скажете я тоже так считаю да мне кажется что химия самый легкий вообще предмет кажется химия самый логичный сам логичный на антере легко попасть когда вы узнали свои результаты вы зазнались типа я 100 больница 99 больница я намного больше радовалась за друзей а когда узнал что идет здесь я чуть не заплакала она расстроилась а я радовалась вообще за тебя я так что не знаю за друзей как-то намного больше радость особенно когда тебя окружают примерно такие же люди и по знаниям и по мотивации это очень круто потому что конечно ну то есть конечно надо радоваться за других это же так классно ну что и последнее стереотип это то что но вы так были опять же поглощены учебой правда мы знаем что это не так но что может быть вы немножечко несамостоятельные в жизни что может быть вам помогают родители помогают там с выбором вуза конечно нет да то есть как бы абсолютно нет вы эти родители смотрели за нас вебинар и делали бумажки везде да 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 отправляли в сроки дедлайнов вот это все по-любому вот сто процентов материальная поддержка никакого конца ну логично там надо же как-то учиться от родителей для одиннадцатиклассников требуется только одно да оплачивать занятия к сожалению да как бы не было грустно подойдите ну и понимать что мы заняты и там нас не надо лишний раз дергать что-то просить потому что у нас всегда есть чем заняться это близ вы отвечаете быстро но не обязательно коротко можете отвечать и развернуто и первый вопрос получить 70 баллов по всем егэ или вернуться обратно в начало 11 класса начало 11 класса да и просто работать каждую сессию вы получаете только тройки или каждую сессию вы должны быть вынуждены ходить на пересдачи по абсолютно всем предметам только тройки 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 есть только пельмени до конца своей жизни или есть только борщ до конца своей жизни я борщ я люблю борщ пельмени ходить каждый день в универ в очень грязной одежде или ходить каждый день в универ в костюме клоуна В костюме клоуна, зато чистый Быть великим ученым, но никто не знает о твоих достижениях Или быть очень известным и богатым, профаном, ну короче, тиктокером Для меня лучше первое, наверное Ты хотя бы что-то делаешь, а тиктокер это такое развлекательное Чувствуешь себя человеком хотя бы Получить Нобелевскую премию по химии или иметь суперспособность летать Нобелевку И зачем она нужна? Ну круто, кстати Не знаю, для самой себя А летать зачем? Не, ну Нобелевка тоже прикольно Ну, кстати, по химии сейчас очень сложно получать Нобелевку Потому что это все не химия, а уже биохимия Так что... Ну да Такое у нас мини-интервью с развлекательными элементами получилось Надеюсь, что вам очень понравилось Если вы еще не поставили лайк, не подписались на канал Срочно подпишитесь Потому что в дальнейшем вас ждет еще больше подобного контента Где мы с учениками не только общаемся на серьезные темы Как подготовиться к ЕГЭ, как быть успешными и красивыми, как они Но и также узнаем какие-то интересные факты и интересные моменты Ну и поскольку вы пришли в гости Призы в студию За то, что вы такие молодцы И за то, что вы старались на протяжении всего года Делали все то, что было на годовом курсе Слушались меня Мне это очень приятно За то, что вы такие умненькие и красивые И вообще просто классные и заряженные И что вы пришли поделиться с ребятами этой мотивации И какими-то важными мыслями Потому что они же мне иногда не верят То есть ты говоришь так Ребята, решаем добротин Ребят, можно подготовиться с нуля до девяносто До ста бах Вот Спасибо большое, что вы есть И что вы приходите на подобные видео Надеюсь, что вы будете своей лисой пользоваться В отличие от меня Потому что она будет проигрывать ваши любимые плейлисты И большие подарочки за то, что вы хотите Спасибо большое Спасибо Ура, 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 ура